На страже безопасности правоохранители несут дежурство на городских водоемах. Доконодательством предусмотрена ответственность за купание в запрещенных местах. О чем нужно помнить? Безумие в бутылке в Мстиславле. Местный житель угнал чужое авто. Похищенные деньги и вещи, обнаруженные слищиками, возвращены владельцами. Сколько светит шумахеру под шофе? Как в страшном сне ночью на Шмидте горел дом? Неосторожное обращение с огнем? Или неисправная проводка? Это сирена. Громкие ЧП за неделю. Страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в пять минут. Засекайте. Зоны массового отдыха под плотным контролем правоохранителей. Чтобы предотвратить несчастные случаи, сотрудники милиции проводят профилактические рейды по пляжам. Акцент на купание в неустановленных местах. Нахождение в нетрезвом виде и оставлены без присмотра вещи. Подробности далее. Июнь в разгаре. Карьер на Форштадте. Рядом с 17-й школой. Люди спасаются от жары. Плавать здесь запрещено. Чтобы отдых не привёл к беде, милиция ежедневно выходит на дежурство. Особый акцент на тех, кто пришёл позагорать с детьми. Смотрите, чтобы возле воды не находились. Ну, тем более, где-то компания, если маленькие детки где-то не уследили, там ребёнок тоже обращается внимание на это. Общественный порядок охраняет не только милиция, но и добровольные дружины. В Бобруйске их 77. Пять – молодёжные. Благодаря им в прошлом году зафиксировано более 400 правонарушителей. Ежедневную вахту несут и спасатели. В утверждённом списке пляжей, побережье в центре города, в Приберезинском микрорайоне, около здравницы имени Ленина и сок Шинник. Законодательством предусмотрена ответственность за купание в запрещенных местах рек, озёр или иных водоёмов. Ответственность наступает в соответствии со статьёй 24.42 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь и влечёт наложение штрафа от одной до трёх базовых величин. В Бобруйске за прошлый купальный сезон стихия унесла жизни семи человек. Все взрослые погибли в состоянии алкогольного опьянения. Дети купались в неустановленных местах. Статистика пугающая. Среди подростков до 15 утопление следующее. По распространённости причина смерти после ДТП. Только вдумайтесь, каждый второй ребёнок утонул на расстояние не более 20 метров от взрослых. Дети – наша ответственность, поэтому всегда рядом с собой, особенно возле воды, потому что за их безопасность несём ответственность мы, родители. Мы живём рядышком, здесь часто бываем, уже разрешаем купаться. Конечно, за детьми нужен постоянный глаз да глаз, поэтому, конечно, надо не оставлять детей без присмотра. Жара не отступает. Вместе с ней накаляется и обстановка на водоёмах. С начала купального сезона в Беларуси утонули два человека. Впереди почти всё лето. Правоохранители и спасатели на чеку. В наших же силах сделать отдых безопасным. Поддался соблазну. В Мстиславле мужчина угнал авто из двора многоэтажки. Нетрезвый местный житель ходил по улице и дёргал за ручки припаркованный транспорт. Проникнуть удалось в пять из них. В салоне «Фольксваген» обнаружил почти 20 тысяч рублей, которые забрал себе. В бардачке «Пежо» нашёл ключ от замка зажигания и решил покататься. Но далеко уехать не смог. Не справился с управлением и съехал в Кювет, где француз опрокинулся. Угонщик выбрался из салона и спокойно отправился домой. Похищенные деньги и вещи, обнаруженные сыщиками, возвращены владельцам. Фигуранту враждет лишение свободы на срок до семи лет. Перевёрнутый автомобиль на окраине города обнаружил местный житель. Он и вызвал милицию. Зрелище не для слабонервных. На Шмидта горел дом. На номер 112 очевидцы позвонили в третьем часу ночи. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, жилища уже вовсю охватили языки пламени. Благо, внутри никого не было. Создалось плотное задымление. Огнеборцы ликвидировали пожар. Уничтожена крыша, повреждена веранда, закопчены стены и потолок. В причине сейчас разбираются специалисты. С начала года в Беларуси произошло более 2600 ЧП. Погибли свыше 260 человек. Скрыться не удалось. В Могилёве задержан нетрезвый водитель. Около 4 часов утра наряд ДПС заметил БМВ, которая на большой скорости повернулась в Комсомольской на Первомайскую и оказалась на встречке. Водитель остановил машину через несколько сотен метров и попытался убежать. Особое внимание милиционеры уделят выявлению автолюбителей и мотоциклистов. Съехших за руль в состоянии опьянения, либо не имея права управления. Игнорирующих соблюдение скоростных режимов, пренебрегающих требованиями правил обгона и маневрирования, а также проезда пешеходных переходов. 34-летний могилевчанин отказался проходить освидетельствование. Теперь ему грозит лишение водительских прав на 5 лет и штраф в размере 200 базовых величин. В горках изъяли более 30 тонн лома черных металлов. На днях правоохранители остановили фуру, владелец которой перевозил металл без документов. 39-летний местный житель на протяжении месяца собирал лом в районе, прилегающей к нему территории. В последующем товар он планировал реализовать. Около 31 тонны на общую сумму более 9 тысяч рублей изъято сотрудниками АБЭП. В отношении мужчины составлен административный протокол, ему грозит штраф до 100 базовых. Это была Сирена, ну а больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и соцсетях. Я Кристина Рианц. Увидимся через неделю. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА